Музыка Уважаемые товарищи, возобновляем работу Российского комитета рабочих Слово предоставляется редакционной комиссии Юрков Кирилл Валерьевич, кандидат технических наук, преподаватель Красного университета, консультант Российского комитета рабочих Дорогие товарищи, в редакционную комиссию по первому проекту постановления По вопросу об оплате сверхурочной работы и работы в выходные дни в соответствии с законом и требования работников к работодателям Поступило достаточно большое количество правок Которые я предлагаю рассмотреть одну за одной, высказаться за и против, ну и товарищам с решающим голосом проголосовать Значит, первый абзац, первое предложение Предлагается его изменить следующим образом Российский комитет рабочих отмечает, что сверхурочная работа, в том числе в форме так называемого внутреннего совместительства и работа в выходные дни Являются способами эксплуатации трудящихся, используемыми работодателями для производства большей прибавочной стоимости Вот здесь товарищи рабочие отмечали, что Внутреннее совместительство Это является Скрытой формой сверхурочной работы Мы это отметили И внесли это в качестве правки Так что вот здесь исправление заключается в том, что мы добавляем празу в том числе в форме так называемого внутреннего совместительства Предлагаю высказаться товарищам по поводу этой правки Ну и предлагаю Это замечательная правка для медики, потому что она очень серьезная Да, для всех Хорошая правка для всех Предлагаю тогда товарищам ведущим вставить эту правку на голосование В том числе в форме так называемого внутреннего совместительства И мы здесь подчеркиваем, что это на самом деле так называют буржуазия Что это внутреннее совместительство На самом деле это просто сверхурочная работа И мы это также тут подчеркиваем Уважаемые товарищи Кто за то, чтобы принять эту правку Проект постановления Прошу голосовать Кто против Кто сдержался Следующая правка поступила в этом же предложении Предлагается слово эксплуатации И работа в выходные дни являются способами эксплуатации трудящихся Заменить на слово сверхэксплуатации Имея в виду, что это эксплуатация сверх нормы Предлагается высказаться товарищам По этому поводу Это уже логично Эксплуатация сверх нормы не очень как-то звучит Сверх нормальной эксплуатации Сверхэксплуатации Не просто эксплуатация, а сверхэксплуатация Они и так эксплуатировали Нет, нет, мы просто заменяем слово эксплуатации на слово сверхэксплуатации Больше мы ничего не меняем Сергей Дмитрий Борисович, научный консультант Российского комитета рабочих Строго говоря, сверхэксплуатация Это когда у рабочих забирают не только прибавочный продукт Но и часть необходимого продукта Поэтому здесь это больше такое чисто эмоциональное И чтобы подчеркнуть значимость Но в экономическом смысле это не совсем верно Поэтому я предлагаю оставить все-таки эксплуатацию Еще раз, какие мнения, товарищи, по данной правке? Товарищ Бобин Товарищи, работая с рабочими, я знаю, что для них слово эксплуатации уже шоковое слово Поэтому усиливать и идти в безграмотность зачем? Спасибо Какие еще будут мнения? Ну тогда ставим правку на голосование Кто за то, чтобы эту правку принять Раз, два, три, четыре Кто за то, чтобы эту правку отклонить Большинством голосов правка не проходит Идем дальше Второй абзац Предлагается изменить второй абзац постановления Я считаю сначала как он Первое предложение во втором абзаце Я засчитаю сначала как оно звучало Потом Поясню, что предлагается заменить Принимая во внимание, что сверхурочная работа и работа в выходные дни Носят в России массовый характер Для сокращения их количества Российский комитет рабочих рекомендует И так далее Предлагается добавить следующее слово Регулярная сверхурочная работа И тогда абзац будет выглядеть следующим образом Принимая во внимание, что регулярная сверхурочная работа и работа в выходные дни Носят в России массовый характер Для сокращения их количества Российский комитет рабочих рекомендуют Но вот я от лица редакционной комиссии Как консультант российского комитета рабочих Выступаю в прозе в данной правке Поскольку считаю, что задача рабочих Отменить всякую сверхурочную работу И не ограничиваться только регулярно Мы говорили о том, что сверхурочная работа Связанная с, скажем, со стихийными бедствиями С какими-то чрезвычайными ситуациями Она останется, ну, именно уже как отрицание, вообще-то говоря Сверхурочной работы И определять, какая сверхурочная работа в этом смысле нужна А какая не нужна, должны товарищи рабочие А не господа капиталисты Потому что господа капиталисты вам легко объяснят, что у меня ломаются станки все время У меня все время врал, у меня все время чрезвычайная ситуация Так что давайте, дорогие товарищи рабочие, выходите на сверхурочные И, соответственно, на нерегулярные, но связанные с тем, что Все время что-то происходит тяжелое Все время капиталистическое производство, мое производство, как капиталиста Находится под угрозой Так что вот такой призыв может произойти Поэтому я думаю, что слово регулярное здесь не к месту Предлагаю товарищам высказаться Указание на массовое указывает и на повторяемость тоже Она массовый характер имеет вид, что охватывает многих рабочих И что это часто повторяется То есть мысль на регулярность, а повторяемость Она уже присутствует в этом Так может быть излишне делать Ставим вопрос на голосование Кто за данную правку, товарищи, прошу голосовать Кто против, отметаем Так, следующая правка В третьем абзаце Звучит третий абзац следующим образом На предприятиях вести агитацию по изъяснению вреда для трудящихся сверхурочной работы Работы выходные и нерабочие праздничные дни Предлагается этот пункт расширить следующими словами И он будет звучать таким образом На предприятиях вести агитацию по изъяснению вреда для трудящихся сверхурочной работы Работы выходные и нерабочие праздничные дни И необходимости улучшать положение работников их коллективными действиями Александр Владимирович, это Ваша правка Уважаемый правщик, смысл этой правки в следующем Вот вы будете разъяснять трудящимся, которые выходят на сверхурочные, чтобы зарабатывать Что это очень вредно И они говорят, ну вот это что-то Вредно получать дополнительные деньги Если мы поставим точку, что не ходили И больше ничего не будем говорить То они просто отошлют, скажут Ты лишаешь нас куска хлеба Так и скажите, а что ты Вот вопрос будет, вот ты выступаешь против А что ты предлагаешь? Да я предлагаю, что всем известно Что те хорошо живут, не те, кто больше работает А кто организованно борется Поэтому я разъясняю них в объеме с коллективных действий То есть что вам не сказали только вот так Вы нас лишаете, ничего не предлагаете Мы очень даже предлагаем Мы знаем, что и туда и забьем Если надо чего-то там тяжела В конструкции, можно попробовать уточнить А смысл? Разбить предложение Пожалуйста, не возражаю Сформулируйте Арсенович, сформулируйте тогда Так, давайте Так Может быть тогда агитацию о вреде А запятая После о вреде для трудящейся Светлокровочной работы Агитация о вреде Ну хорошо, а дальше запятая После праздничных дней Разъяснять необходимость Улучшать положение работников И их коллективными действиями Итак, будет так звучать На предприятиях Вести агитацию О вреде для трудящихся Сверхурочной работы Работа выходы Нерабочие праздничные дни И разъяснять необходимость Улучшать положение работников И их коллективными действиями Значит, дорогие товарищи Значит, дорогие товарищи Виногласно Следующая правка Связана с добавлением Прямо вот после того пункта Который мы только что обсудили Еще одного пункта И этот пункт связан с тем Что мы вот услышали От товарищей Которые выступали О том, что необходимо Налаживать Учет Переработок И сверхурочных Часов Поэтому предлагается По этой теме Добавить две правки Первая правка Звучит следующим образом Правковым И членам Инициативных групп Рабочих Наладить Самостоятельный Учет Переработок И их Протоколирование Что-то наладить Как-то может проводить Нет Наладить Это систематичность А проводить Это не систематично Вторая будет дальше В следующем Дорогие товарищи Вот я просто сейчас Зачитал Это предложение Как оно пришло От товарища Урясева Но я бы хотел Сделать замечание По его поводу По поводу Протоколирования Вообще Форма В которой Будет вестись Учет Этих переработок Он должен Выбираться Рабочими на местах Конечно Это не обязательно Должен быть протокол А может быть Просто запись Каждый рабочий Может записывать Хотя бы Для себя Сколько Сколько Своей переработки То есть Я бы убрал Их протоколирование Как Именно Единственную форму Возможного Учета Конечно Протоколирование Это одна из форм Учета Которая возможна Но ограничиваться Ей Я бы не стал Поэтому Я бы предложил Этот пункт Сформулировать Как правковому Членам Инициативных Групп Рабочих Наладить Самостоятельный Учет Переработок Просто А форму Мы здесь Форма должна Определиться Жизнью На самом Предприятии Какая форма Форма одна Табелирование Соответственно Нужно второй табель От правком Вот вытабелирование Прилагать Здесь протоколирование Записано Вот Вот именно Поэтому мы предлагаем Форму Здесь прямо Не Определять Уважаемые товарищи Кто за предложенную правку Прошу голосовать А как с В каком виде правка С протоколированием Без протоколированием Учет Учет Основной Основной Укор на слово Учет Программ и членам Инициативных Групп Рабочих Наладить Самостоятельный Учет Переработок Да За данную правку Прошу голосовать Единогласно Следующий Пункт Который Мы предлагаем Внести правку Звучал Следующим образом Требовать От работодателей Неукоснительного Выполнения Статей 152 И 153 ТК РФ По повышенной оплате Сверхурочной работы И работы В выходные Нерабочие Праздничные дни И здесь Как раз Предлагается Расширить Этот пункт Тоже Учетом Переработок Но уже Со стороны Работодателя Того учета Которое Требует Статья 99 Трудового Кодекса И Сформулировать Данный пункт Предлагается Следующим образом Требовать От работодателя Неукоснительного Выполнения Статьи 99 ТК РФ Об обязанности Точного Учета Продолжительности Сверхурочной работы Каждого работника И Статей 152 И 153 ТК РФ По повышенной Оплате Сверхурочной работы И работы В выходные Нерабочие Праздничные дни То есть Мы предлагаем Требовать От работодателя Не только Оплату В соответствии С Страдовым Кодексом Но и Учет В соответствии С Сверхурочной работы Не понимаешь Тот Трубой Не было Сейчас Откуда Появилась Да Ну хорошо Не мешает Ну вот Слово Повышенное Получается Тоже Правка Кто-то Нам тут Диверсию Организовал Да Повышенное Ну можем Если слово Повышенное Вызывает У товарищей Какое-то Оторжение То можно Проголосовать Отдельно Давайте Без слова Повышенное Сначала Предлагаю Поставить На голосование А потом И повышенное Мы можем Тоже Обсудить Не Значит В колл договор Может Внестись Какое требование Согласно Трудового Кодекса Тогда Согласно Трудового Кодекса Никаких Изменений Не будет Это будет Равенство Между А это Сверх Норм Трудового Кодекса Повышенное Это в колл Договоре Да Конечно Надо писать У нас Колл Долгу Всегда Улучшает Должен Улучшать Не всегда Улучшает Но должен Но я Кирилл Я предлагаю Все таки Чтобы не путаться Да Давайте В целом Ну За основу Правку Примем А потом Уже Со словом Повышенное Разберем Давайте Сначала Мое предложение Если без этого Слова Никто не хочет Больше выступить То давайте Я зачитаю Без него Проголосуем Я предлагаю Проголосовать Так как Правка Была сделана А потом Дальше Продолжить Обсуждение Итак Предлагается Следующая Правка Требовать От работодателя Неукоснительного Выполнения Статьи 99 Трудового Кодекса Российской Федерации Об обязанности Точного Учета И продолжительности Сверхурочной Работы Каждого Работника И статей 152 И 153 ТК РФ По оплате Сверхурочной Работы И работы Выходные И нерабочие Праздничные Дни Уважаемый Товарищ Кто за предложенную Правку Прошу Голосовать Единогласно Предлагаю Высказаться По Еще раз По вопросу О повышенной Оплате И Если А кто Кто автор Данной Правки Нет Повышенные Хорошо Грамотно Сформулировали Все на золото Говорят Я понимаю Что в этих Статьях Оплаты В двойном Размере Вы имеете Ввиду Что Что Разывает Сомнение Словия Повышенные Повышенные По сравнению Со статьей Или Я вот Имел Ввиду Когда Насил Капку Что Подчеркнул Рабочих Посмотрите В статье Предусматривает В двойном Размере В полуторном Размере Вот В каком Смысле А вот Товарищи Рабочие Утверждают Что Они Воспринимают Слово Повышенное По отношению К Трудовому Кодексу То есть Не 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 Все правильно В статье Написано В полуторном Размере Перед Два Часа В вторые Следующие Часы В двойном Размере Это повышенное По сравнению Сомнение Я бы Трактовал Уже Немного По другому Так как Мы Ссылаемся На конкретные Статьи Трудового Кодекса То есть Мы Подразумеваем Формулировку Трудового Кодекса А на мой Взгляд Слово Повышенная Она как бы Еще выше Над трудовым Кодексом То что Он может Закрепить В код Договоре И мы Это в следующем Пункте Ухажем Может быть Я последний Тогда Если вот Снять Повышенный Снять Да и записать Закатать Что первые Полтора Первые Два Часа В полуторам На размере Чтобы люди Хоть узнали Потому что Не знаю Дойдут ли До статьи Кодекса А вот Самого Содержания Узнают Это и будет Характеристика Повышенный Полтора Потом Два Часа Может и Раскрыть И стоит Ну Как вариант Ну там Много Надо писать Поддержать Можно Проход У меня Тут Возникает Пара Пара Моментов Таких Интересных Во-первых Основная Масса Людей Трудовой Кодекс Не знает И Не полезет Смотреть А вот Когда У нас Постановление Будет Написано Повышенное Это Возникает Вопрос На Который Потом В процессе Если Я Показываю Человеку Постановление Я Ему Могу То есть Он Скажет Отчет Почему Повышенное Отчего Повышенное И Вот Тут Возникает Очень Интересный Повод Поговорить И сказать Смотри А в Трудовом Кодексе Вот Эта Оплата Она Должна Быть Сверхурочная В полтора Первые Два Часа Там Следующие Два Часа В Два А Выходные Вообще Все В Два А Мы Хотели Чтобы Вообще В Кол Договоре Это Было Вообще Больше То есть Это Очень Интересно Такое Вот С одной Стороны Мы Как Просто Показываем Что В Трудовом Кодексе Предусмотрено Повышение Оно Вообще Должна Быть Повышенная Оплата А С другой Стороны Если Человек Не Понял И Задал Вопрос Это Очень Хорошее Развитие Потом Этой Беседы Мне Кажется Правку Надо Внести И За Нее Проголосовать Я И Не Против Правки Просто Я Понимаю Маленько Иначе Уважаем Товарищи Кто За То Чтоб Эту Правку В Редакцию Внести Пусть Прочтут Еще раз Слово Повышенное Просто Повышенное Оплатив Требовать От работодателя Неукоснительного Выполнения Статьи 99 Трудового Кодекса РФ Об обязанности Точного Учета Продолжительности Сверхурочной Работы Каждого Работника Из Статей 152 И 153 Трудового Кодекса РФ По Повышенной Оплате Сверхурочной Работы И Работы Выходные Нерабочие Праздничные Дни Оплата Сверхурочной Работы Подразумевает Товыш Голосуем Товарищи Кто За Предложенный Правку Прошу Голосовать Против Выдержавшись Единоглас Следующий Следующий Пункт Который Внесена Правка Следующий Затем Который Мы Обсуждали Звучит Он Следующим Образом Добавлять В проекты Прогрессивных Коллективных Договоров Положение Значительно Увеличивающее Оплату Сверхурочных По сравнению С требованиями Статей 152 И 153 ТК РФ Предлагается Расширить Его Следующим Образом Звучать Он Будет Так Добавлять В проекты Прогрессивных Коллективных Договоров Положение Значительно Увеличивающее Оплаты Сверхурочных По сравнению С требованиями Статей 152 И 153 ТК РФ И устанавливающие Долю Постоянной Заработной Платы На уровне Не менее 80% Заработка Александр Вы Хотели Высказаться Насколько Я понимаю Автор поправки Сергей Александрович Горбушкин Сергей Александрович Показан Прекрасные Знания Нашей Программы Задачи Коллективных Действий Профсоюзных Это Одно Из требований Программы Что Доля Основной Заработной Платы Долюбкин Должна Составлять Не менее 80% От общего Заработка И Это Очень Хорошо Что Мы Вспоминаем О нашей Коллективной Программе Но В данном Конкретном Случа Я бы Хотел Вот что Отметить Что Получается Что У нас Постановление О том Чтобы Бороться Против Сверхурочных Работ И В самом Пункте Идет Речь Что Значит Повышать Оплату Сверхурочной Работы И Когда Мы В этот Пункт Включаем Требования Увеличения Доли Твердой Твердой Части Заработки Мы Тем Сам Ставим Задачу Повышения Вот этой Твердой Части Заработок В подчиненное Значение По отношению К сверхурочным Да То есть Давайте так Товарищи Рабочие А мы знаем Что Чтобы Эт 80 добиться Это Надо Привести Большие Коллективные Действия И Вот Мы Будем Биться За то Чтобы Повысить Заработную Плату Повысить Долю Основной Заработной Платы Для чего Для того Чтобы Увеличить Заработок За Сверхурочные Работы То есть Не получается Что мы Меняем Главное Основное То есть Мы Теперь Все Это Будем Двигаться Для того Чтобы Значит Искоренить Сверхурочные А наоборот Как бы Поощрить Рабочих Поскольку У них Будет Высокая Заработная Плата Я думаю Что Представь Себе Если Мы Не Выставим Этого Лозунга И Вот Вы Говорите 10% И что Получится Вот Люди Значит Выйдут В 4 часа Сверхурочные Значит Выходные Выйдут И так далее И получат От этого От 10% Очень мало И скажут Как же так Мы надрывались Значит А нам Так очень мало И вот тут Приходит Товарищ Горбушкин И говорит Смотри Пункт 1 Наше Постановление Я же вам говорил Товарищ Ну не сверхурочные Женщины Улучшают А коллективные Действия В том числе За повышение Заработной Платы И поэтому Не надо Вот эту Большую Задачу Как повышение Уровня Реального Содержания Заработной Платы В том числе За счет Того Что доля Постоянной Платы Растет Подчинять Вот этой Задачи Которая Должна В конечном Счете Быть решена Задача Искоренения Сверхурочных Или сведения Их минимум А так У нас получается Что мы Все силы Профсоюзной Организации Организованности Будем использовать Для того Чтобы Упрощить Практику Сверхурочных Как дающие Очень большие Доходы Для рабочих Поэтому Я бы против А то Что Эту задачу Выдвигать Надо Безусловно Мы еще раз Можем вернуться К задаче Повышение Уровня Реального Содержания Зародплат Мы неократно Об этом Говорили И в том Контексте Это очень Понятно То есть Еще раз Заканчиваю Что Значит Чтобы Повышать Уровень Реального Содержания Зародплат В нормальное Время Нужны Коллективные Действия Об этом Надо Прямо Говорить А внушать Иллюзию Что мы Можем Коллективные Действия Осуществлять Для того Чтобы Повышать Размер Зарод Хотя Хочу В защиту Выступить С своей Правки Ну Это Не только Напоминание Одного Из пунктов Задачи Коллективных Действий Но и Борьба С сверхурочными Экономическими Методами То есть Когда Работодателю Это будет Невыгодно А когда Это будет Невыгодно Когда Вот Я же говорил Что Вот Это форма Оплаты Когда Оплат маленький И платится В двойном Размере С сверхурочных Оклад Работодатель Этим Пользуется Как только У него Вот Эта Экономическая Составляющая Выпадет И ему Экономически Невыгодно Будет Когда Платить В двойном Размере В повышенном С сверхурочную Работу Он ее Не будет Использовать То есть Это как Один из Инструментов Один из Инструментов Исключение С сверхурочной Работы Это вот Экономическими Методами Когда Работодателю Будет Невыгодно Применять Чисто Экономически Он ее Не будет Применять И вот Установление Зарплаты Установление Оклада На уровне Не менее 80% От зарплаты Это вот Как раз Вот этот Экономический Инструмент Который Который Можем Помочь Уменьшить Эти сверхурочные Работы По инициативе Работодателя Потому что Сейчас Получается Это же Инициатива Работодателя Это он Как бы Ему Выгодно Применять Сверхурочные Работы И он Поэтому Всех Уговаривает Давайте Сверхурочные Поработаем Вы больше Заработайте То есть Не работники Сами Просят Сверхурочную Работу Работатель Создает Такие условия Что работники Сверху Потому что Не 80% Большую Большую Действие Приближение Приближение По трудовом Это инициатива То это Будет Соответственно Не выгодно Экономически Привлекать Работников К сверхурочным Работам То есть Работодателю Придется В разы Больше Платить Он Будет Вынужден Нормально Объективно Устраивать Ту Среду Ну В нормальной Продолжительности Рабочего Дня Да Значит Устраивать Эту работу Чтобы Не прибегать К сверхурочной Работе Я считаю Привлекать Дополнительного Сотрудника Да То есть Эта мера Она может И действительно Но Маленечко Наверное Неуместна Именно К этому Вопрос Еще Кто Выскажете Нет Ставим На голосование Кто За то Что Данную Правку Принять За то Что Данную Правку Отклонить Все Не Проходит Большинство Голосов Так И Последняя Правка Которая На самом Деле Просто Является Технической Ошибкой Но Так За основу Была Принята Другая Формулировка Значит Здесь я думаю Долгое обсуждение Не нужно делать В следующем Пункте Включать в проекты Прогрессивных Там написано Трудовые договоров Требования Шестичасового Рабочего дня Конечно Речь идет О том Что Включать в проекты Прогрессивных Коллективных Договоров Требования Шестичасового Рабочего дня Это техническая Правка Я предлагаю Там просто ошибка Предлагаю Ее не обсуждать Долго А поставить На голосование Уважаемые товарищи Кто за предложенную Правку Так как она Ночит технический Характер Против Выдержав Спасибо Все у меня Больше правок Нет Спасибо Тогда может Это С учетом Правками Да Давайте Сейчас Защитаем Дорогие товарищи Таким образом На сегодняшний На текущий момент Постановление Российского Комитета Рабочих Оплата Сверхурочной Работы Работы Выходные Дни В соответствии Законом Требования Работников К работодателям Звучит следующим образом Российский Комитет Рабочих Отмечает Что сверхурочная Работа В том числе В форме Так называемого Внутреннего Совместительства И работа В выходные Дни Являются Способами Эксплуатации Трудящихся Используемыми Работодателями Для производства Большей прибавочной Стоимости Вне зависимости От уровня Оплаты Сверхурочных Часов Работники Соглашаясь Работать Сверхурочно Подрывают Своё здоровье Сокращают Продолжительность Своей жизни Активно Содействуют Увеличению Безработицы И в конечном Итоге Стимулируют Работодателя К снижению Цены Рабочей силы Работа В выходные И нерабочие Праздничные Дни Даже если Она компенсируется Дополнительным Нерабочим Временем Нарушают Отдых Трудящихся И их Семейную Жизнь Коренным Интересам Работников Соответствует Борьба За сокращение Рабочего Дня За отказ От сверхурочных И работы По выходным И нерабочим Праздничным Дням Принимая Во внимание Что сверхурочная Работа И работа В выходные Дни Носят В России Массовый Характер Для сокращения Их количества Российский Комитет Рабочих Рекомендует На предприятиях Вести Агитацию О вреде Для трудящихся Сверхурочной Работы Работа В выходные И нерабочие Праздничные Дни И разъяснять Необходимость Улучшения Положения Работников Их коллективными Действиями Правком И членам Инициативных Групп Рабочих Наладить Самостоятельный Учет Переработок Требовать От работодателя Неукосительного Выполнения Статьи 99 ТК РФ Об обязанности Точного Учета Продолжительности Сверхурочной Работы Каждого Работника Из статей 152 И 153 ТК РФ По повышенной Оплате Сверхурочной Работы И работы В выходные И нерабочие Праздничные Дни Добавлять В проекты Прогрессивных Коллективных Договоров Положения Значительно Увеличивающие Оплату Сверхурочных По сравнению С требованиями Статей 152 И 153 ТК РФ Включать В проекты Прогрессивных Коллективных Договоров Требования 6-часового Рабочего Дня Подготавливать И проводить Коллективные Действия В поддержку Прогрессивного Коллективного Договора При его Принятии И осуществлении Нижний Новгород Март 2020 Года Спасибо Уважаемые Товарищи Предлагается Данный Проект Постановления Принять В целом Прошу Голосовать Кто за Единогласно Правки По второму Вопросу Уважаемые Товарищи Товарищи По Проекту Второго Постановления Вернее Постановления По второму Вопросу Поступили Следующие Правки Второй Вопрос Напоминаю О представительстве Интересов Работников При введении Коллективных Переговоров В первом Предложении Предлагается Место По-настоящему Писать Слово Действительно Потому что По-настоящему Немножко Да Разговорное И Стилистически Не совсем Точно Начинать Наверное Такое Важное Постановление Со Стилистической Неточности И Предлагается Это Предложение В следующей Редакции Российский Комитет Рабочих Отмечает Что В интересах Работников Обеспечить Действительно Своё Представительство При введении Коллективных Переговоров Чтобы Было Не просто Представительство А чтобы Оно было Действительно Первая Правка Да Кто За предложенные Правки Товарищ Прошу Голосовать Против Выдержавшись Принято Второе Предложение Сейчас Оно звучит Так Для этого Необходимо Чтобы Профсоюзная Организация Действительно Представляющая Интересы Работников Включала Больше Половины Работников Предприятия Либо Получила Доверенности Чтобы С учётом Членов Организации Работников Давших Доверенности За неё Было Более Половины Членов Коллектива Предлагается После слова Доверенности Добавить От Большинства Работников На Представление Их Интересов На Коллективных Переговорах Конкретизировать Что За Доверенности Просто Доверенность На Квартиру Или Генеральная Доверенность Доверенность Именно на ведение коллективных переговоров. Ну, собственно, по смыслу это здесь и подразумевается. Но мы просто это уточняем, чтобы это было понятно вне, так сказать, контекста нашего обсуждения. Есть какие-то? Могу зачитать в целом это предложение, как оно будет включать. Для этого необходимо, чтобы профсоюзная организация, действительно представляющая интересы работников, включала больше половины работников в предприятие, либо получила доверенности от большинства работников на представление их интересов на коллективных переговорах, с тем, чтобы с учетом членов профорганизации и работников, давших ей доверенности, за нее было более половины членов коллектива. Уважаемые товарищи, кто за предложенные правки, прошу голосовать. Выс? Выс? Вы проголосовали. Мы уже на голосование поставили. Илья Вячеслав, что вы хотели ставить? Догонку. Я понимаю, что все равно вы голосовали. Я просто объясню, почему я торможу. У меня в моей тетрадке кто-то написал врачебным почерком, и я там ничего не могу разобрать. Товарищи, мы за создание коллектива. Ну, хватит с этими. Там три раза слово доверенности, а я бы за создание все-таки профсоюзов, а не то, чтобы кто-то там просто отшевырнул мне эту доверенность и в сторону, а вы там за меня решаете. Надо, чтобы профсоюз, чтобы все вместе, чтобы все каждый знал, что они конкретно за это все. А здесь мы сваливаемся, что, ну, раз вы такие нерешительные, раз вы вот такие вот аморфные, ну, давайте хотя бы вот доверенность напишем. Ну, получается вот такая вещь. То есть просто отпрыгивают работники от принятия решения. Ну, в общем, вот так подвезли. Для кого-то и это подвезло, и предписать доверенность. Ну, можно пояснить маленечко, хотелось бы этот вопрос. Просто у нас разные организации на предприятиях. Кто-то, конечно, сильный, кто-то еще к этому только идет. И как бы это путь именно для тех, кто не дошел еще до сильной организации. Пусть, на мой взгляд, пользуется тем алгоритмом, которым мы им предлагаем. Ну, а в дальнейшем, само собой, когда организации сильные, здесь уже не имеет речи ни о каких доверенностях. Это вот именно путь для начинающих, которые только на этот путь встают и будут его проходить. Владимир Михайлович. Каждая организация проходит определенный этап. Это меньшинство и выравнивание, потом большинство. То есть здесь нормально все в этом плане. Но меня смущает один вопрос. Получить от большинства доверенности, чтобы было более половины. Большинство это больше половины или меньше. То есть масло масляное. Вот я о чем? О правке самой об изменении. Масло масляное. Большинство это уже больше половины. А если большинство, то еще расшифровывая, что это больше половины. Лучше получить от большинства. Чтобы осталось не меньше половины. А большинство это 50% и один голос, да? Конечно. Может еще раз так воспроизведено? Для этого необходимо, чтобы профсоюзная организация, действительно представляющая интересы работников, включала больше половины работников предприятия, либо получила доверенности от большинства работников над представлением их интересов на коллективных переговорах, с тем, чтобы с учетом членов профорганизации работников, давших ей доверенности, за нее было более половины членов коллектива. Можно конец убрать, конечно, целиком? Со вставленной ставкой вашей предложенной, последние строчки надо убрать. Вопрос поясняющий можно? Либо слово большинства убирать. Последнее, то есть окончание предложения, оно для чего вот это вот имение получения больше половины? Это же для выхода на, то есть для инициирования коллективных переговоров. Требование трудового кодекса. То есть это можно заменить вот это большинство в соответствии требованию трудового кодекса для выхода на коллективные переговоры. Наверное, проще убрать слово большинства. Да, да. Наверное, так. Давайте так попробуем еще раз. Для этого необходимо, чтобы профсоюзная организация, действительно представляющая интересы работников, включала больше половины работников предприятия, либо получила доверенности от работников на представление их интересов на коллективных переговорах, с тем, чтобы с учетом членов профорганизации и работников, давших ей доверенности, за нее было более половины членов коллективных. Мне нравится. Вадим Исов. Дело в чем? Мы одно слово дали большинство. Слово большинства, здесь ключевое, очень важное. То есть что значит получить от большинства? Это значит заявить организации, большинство работников, но вот. Дело в том, что половина, это не то. Это не то. Это уменьшение сразу. Да, это уменьшение сразу, планку унижаем. То, что касается требований половины, мы должны здесь указать. Это понятно. Мы его убрать не можем. Нет, принципиальное возражение против самой поправки, так как она изначально представлялась, есть. Доверенности понятно, что это более слабая форма по сравнению с расширением самой профорганизации. Но, тем не менее, может быть ситуация, когда опять же два профсоюза, а единый орган еще не сформирован, так же можно получить доверенность. В этих формулировках получается, либо мы непосредственно, половина коллектива, уже действительно, либо доверенности. А вот промежуточной формы нет, получается, что может быть не хватает какого-то количества до половины. И мы собираем доверенности. А то получается, что какая-то группа активная собирает доверенности. Либо так, либо так. А промежуточная форма исключается. Как я и слышал. А ее нет никакой посуды. Промежуточная, что, допустим, 40% работников участвуют, непосредственно. А 20% доверенно? Ну, уже больше. Ну, тут так и написано. Тебе? Только-то это и написано. Что? Доброй доверенности. Да. Ну, доверенности надо получать от большинства работников. От большинства. Все, я не могу сейчас думать. Тут сомнений, так сказать, нет в этом. Я вижу, Дмитрий Ильич, он прекрасный пример привел. Вот 40%. Значит, если у нас профсоюз захватывает больше половины, вопросов нет. Это первая часть этого положения. Вторая ситуация, возможно, не больше половины. Вот 40%. Конечно, нам не надо получить доверенности от большинства. Нам достаточно получить доверенности от 20. 40 плюс 20% то 60%. Мы уходим на коллективные переговоры. И тогда надо оставить, чтобы в итоге было большинство. Я согласен, что не от большинства, а доверенности. Вот 20% получения. Мы решили задачу. Конечно. Во-первых, большинство очень doubts. Поэтому, во втором случае, оставить большинство от этого абзаца. А в первом случае, от большинства доверенности, конечно, не надо от большинства. Вот ровно столько надо, сколько надо, чтобы было большинство. И все? Поэтому, вы правы, что в первом случае большинство, наверное, надо убрать. А второго ставить? Конечно. Без этого иначе нет. А второго там нету большинства. Как? У нас одно большинство. Больше половины. Более половины, естественно, нужно оставлять. Да, больше половины, да. Да, с тем, чтобы членов правоорганизации и работников нашей ядоверности было более половины членов. Ну, здесь понятно, что получается, да, вот это большинство, которое в этой самой вставке, оно избыточное несколько. Оно имеет, конечно, нагрузку такую вот смысловую, как бы эмоциональную, ну, даже не столько смысловую, сколько усиливающую, да, что если мы завоевываем большинство, это понятно. Но для решения данной конкретной задачи может и нет необходимости большинства, если сильная правоорганизация, а доверенности не хватает немного, как вот привел Дмитрий Юрьевич. Да, Владимир Михайлович. Да, Владимир Михайлович. Вариант. Получить доверенность на право представления большинства трудового коллектива. Вот и все. Это не верно. Просто большинство. Ну, что значит представление большинства? Здесь профорганизация должна представлять не большинство, а весь коллектив в данном случае. Весь коллектив она представляет в том случае, если за нее большинство, то есть более половины. А кто будет представлять меньшинство тогда? Ну, нет. У нас же не о парламенте речь идем, а о коллективных переговорах. Я думаю, что это уже пошло по кругу. И будем голосовать. Последнее предложение, которое было убрать из поправки слово «большинство». Засчитываю еще раз с учетом поправки-поправки. Для этого необходимо, чтобы профсоюзная организация, действительно представляющая интересы работников, включала больше половины работников в предприятие, либо получила доверенности от работников на представление их интересов на коллективных переговорах с тем, чтобы с учетом членов профорганизации и работников, давших ей доверенности, за нее было более половины членов коллектива. Ну, отлично. Уважаемые товарищи, кто за предложенную редакцию, с учетом всех правок, прошу голосовать. Единогласно. Победили. Последняя правка в последнем предложении. Значит, в настоящее время оно звучит так. Выгодный для работников коллективный договор заключается в результате организованной профсоюзом забастовочной борьбы. Слово заключается здесь не совсем удачное, потому что, когда мы говорим заключается, обычно речь идет о каком-то умозаключении или, так сказать, смысле чего-то. Смысл коллективных переговоров заключается в заключении коллективного договора. Будем так говорить. Поэтому предлагается вместо этого предложения сформулировать следующим образом. Заключить выгодный для работников коллективный договор можно только в результате организованной профсоюзом забастовочной борьбы. Ну и опять же, еще раз, еще маленький комментарий. Когда мы говорим о том, что он заключается, это действие продолжающееся. Мы не говорим о том, что он будет заключен. Поэтому здесь важно именно использовать совершенный договор. Не заключается, а заключить. Значит, нас вот заклинило на словах выгодный, прогрессивный и так далее. Мы, по-моему, уже договорились на нынешнем заседании, что главное выходить на все эти споры, на заключение и так далее с профсоюзным проектом коллективного договора. Поэтому слово профсоюзный должен быть вместо выгодный, вместо прогрессивный. Один раз путь будет выгодный, прогрессивный, а дальше только профсоюзный. То есть за что боятся организации? За то, чтобы заключить договор, который она представляет. Я считаю, здесь выгодный надо заменить на профсоюзный или предложенный профсоюзом. Это уже, скажем так, это очень важно. Почему? Давайте мы все время говорить, зачем профсоюз создаем. Первое. А выгодный? Выгодный. Что значит выгодный? Народ больше пообещает администрацию, вроде как выгодный. Если речь идет о борьбе за экономические интересы, то слово выгодный тут понятно. Это большая заработная плата, меньше продолжительность дня, лучшие условия труда. Это то, что действительно выгодно. Мы говорим экономические интересы, это то, что человеку объективно выгодно. Поэтому слово выгодно, я считаю, здесь не имеет смысла, профсоюзный. А профсоюзный договор может быть выгодным и невыгодным, если профсоюз не доработал. Если профсоюзный проект невыгодный, профсоюз надо разгонять. Но суть экономической борьбы – это выгода. Конечно. Вещь идет о том, что мы добиваемся в результате этих переговоров какой-то выгоды для работников. Можно то и то, но тогда нужно начать. Выгодно кому и чем? Здесь конкретно у нас сказано, выгодно для работников. Выгодно для работников, конечно. Это план экономической борьбы. Вчера был. Еще раз и голосование. Это уже заболтали. Предлагается таким образом сформулировать последнюю фразу. Заключить выгодный для работников коллективный договор можно только в результате организованной профсоюзом забастовочной борьбы. Рабочим там. Работников. Да, так хорошо. Ну нормально. Кто за данную правку, уважаемый товарищ, прошу голосовать. Единогласно. Есть необходимость защиты в целом? Ну да, чтобы в целом принять. Хорошо. Постановление российского комитета рабочих о представительстве интересов работников при ведении коллективных переговоров Российский комитет рабочих отмечает, что в интересах работников обеспечить действительно свое представительство при ведении коллективных переговоров. Для этого необходимо, чтобы профсоюзная организация, действительно представляющая интересы работников, включала больше половины работников предприятия, либо получила доверенности от работников на представлении их интересов на коллективных переговорах с тем, чтобы с учетом членов профорганизации и работников, давших ей доверенности, за нее было более половины членов коллектива. При таком условии боевая первичная профсоюзная организация получает право выступить с инициативой проведения коллективных переговоров, которые надо использовать при наличии подготовленного ею проекта коллективного договора, предварительно поддержанного большинством работников на собраниях по участкам и подразделениям. Профсоюз должен включить в состав комиссии по ведению коллективных переговоров наиболее стойких и активных рабочих, способных противостоять давлению сторонников работодателя. В соответствии со статьей 39 Трудового кодекса РФ работодатель обязан освобождать рабочих членов комиссии от основной работы на 3 месяца с сохранением среднего заработка. Основная задача таких товарищей – проведение собраний и встреч с работниками предприятия для информирования о ходе переговоров с тем, чтобы показать необходимость забастовки для заключения коллективного договора, выражающего интересы работников, и осуществлять подготовку таких коллективных действий. Заключить выгодный для работников коллективный договор можно только в результате, организованной профсоюзом забастовочной борьбы. Нижний Новгород, март 2020 года. Уважаемые товарищи, есть предложение данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать. Единогласно. Третий вопрос, товарищи. Были поправки по третьему проекту? По третьему постановлению есть одна поправка, поскольку предзабастовочный комитет – это какой-то неологизм, которого, наверное, не существует. Заменить предзабастовочный комитет на забастовочный. Состояние предзабастовочное, комитет забастовочный. Все верно. Забастовочный комитет организует забастовку. Это стилистическое? Да, конечно. Имеется в виду предзабастовочное состояние, это когда есть неразрешенный какой-то трудовой спор, на основании которого можно начать, пройден весь путь в переговорах до забастовки, но забастовка не объявляется, так сказать, в момент не созрел. Забастовочный комитет больше не было права. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Единогласно. Зачитаем тогда полностью. Постановление Российского комитета рабочих о создании первичных профсоюзных организаций. Российский комитет рабочих отмечает, что в условиях фронтального наступления капиталистов на интересы рабочих и бездействия центральных профсоюзных органов, давно перешедших на сторону работодателей, именно первичные профсоюзные организации становятся центрами борьбы за текущие коренные интересы рабочих. Без активно действующей первичной профсоюзной организации невозможно добиться реализации интересов работников. При создании первичной профсоюзной организации необходимо учитывать передовой опыт коллективов, добившихся значительных успехов в профсоюзной борьбе, а также избегать типичных ошибок, делающих уязвимым профактив и первичную профсоюзную организацию при встречных действиях работодателя. Для того, чтобы первичная профсоюзная организация росла, крепла и могла последовательно и неуклонно отстаивать интересы рабочих, Российский комитет рабочих рекомендует создавать первичные профсоюзные организации на предприятиях, независимо от размера предприятия, отрасли и численности работников. Профсоюзную работу начинать с составления проекта прогрессивного коллективного договора, включающего требования шестичасового рабочего дня. При агитации за вступление в профсоюз использовать выжимку из коллективного договора с требованиями работников. Обеспечивать защиту профсоюзных активистов от действий работодателя любыми законными способами вплоть до коллективных действий. Выходить на переговоры с работодателем о заключении, перезаключении коллективного договора для внесения изменений в действующий коллективный договор, заручившись поддержкой более половины работников предприятия. Подготавливать и проводить коллективные действия в поддержку прогрессивного коллективного договора при его принятии и осуществлении. Создавать постоянно действующий забастовочный комитет и поддерживать предзабастовочное состояние на весь период действия коллективного договора. Только активно действующая, придерживающаяся наступательной тактики первичная профсоюзная организация сможет привлечь на свою сторону большинство работников, добиться успеха в борьбе за повышение заработной платы, улучшение условий труда, сокращение рабочего времени и способствует созданию условий для полного уничтожения системы наемного труда. Нижний Новгород, марта 2020 года. Да, Владимир Михайлович. Задавать первичные профсоюзные организации на предприятиях, независимо от размера предприятий в отрасли численно, и форм собственности добавить. Добавить сюда. Я думаю, что нет возражений. Уважаемые товарищи, правку вы... Да, да, да. Да, да, да. Кто за предложенную правку? Спасибо. Единогласно. Еще раз будем засчитывать все целиком? Нет, зачем мы в что вставили одну? И формы собственности. И формы собственности, да. Уважаемые товарищи, создавать первичные профсоюзные организации на предприятиях, независимо от размера предприятия, отрасли численности работников и формы собственности. Формы? Да. Формы. Формы, наверное, формы собственности. После, наверное, после размера предприятия, формы собственности, потому что формы собственности работников у нас получается. Уважаемые товарищи, есть предложение с учетом данной правки принять проект постановления в целом. Прошу голосовать. Единогласно. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, мы приняли три проекта постановления по всем вопросам повестки дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok